МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорят, что в скором будущем вся литература приобретет исключительно электронный вид. Возможно, и так. А возможно, печатные издания будут существовать еще несколько столетий. Но из разряда источника информации они перейдут в некий предмет роскоши и престижа. В наше время все больше и больше набирает популярность такая вещь, как электронная книга. Некоторые считают, что это удобно и практично, другие же пытаются затормозить ход времени. Первый прообраз электронной книги появился в 1996 году, когда одна американская компания выпустила прототип устройства, который сегодня получил бы название «планшетный компьютер». Гаджет предназначался исключительно для чтения электронных документов, имел сенсорный ввод и монохромный дисплей. Таким образом, уже на стадии разработки в устройства были заложены основные возможности, которые характеризуют современные электронные книги. В настоящий момент рынок электронных устройств переживает период активного роста. Появляются новые производители, идет постоянная гонка по улучшению характеристик экрана, применению инновационных технологий. Общественности уже представлены образцы, выводящие цветное изображение. Самое главное – происходит постепенно снижение стоимости конечных устройств для пользователей. В ближайшие 3-4 года доля электронных книг в России может вырасти до 30%, полагают эксперты. Большинство людей пока предпочитают печатные издания. При этом они лучше в одних ситуациях, в то время как электронные книги лучше в других. У каждого есть свои роли. Электронные книги подходят больше для оценочного знакомства с книгой, относительно быстрого поиска и чтения отдельных глав. Для эстетического удовольствия, ощущения запаха книги, многие предпочитают покупать бумажные издания. Все варианты имеют право на существование. В книжном магазине не всегда можно найти нужную вам книгу. А в интернете – скачал, читай и наслаждайся. Полгода, пользуясь электронной книгой, стала понимать, насколько это удобно. Сейчас продолжают читать печатную литературу, но стало непривычно, что она не показывает уровень зарядки аккумулятора, время и процент прочитанного. А еще обычные книжки не так просто читать при недостаточном освещении. О всех плюсах и минусах электронных книг сегодня мы беседуем с представителем прогрессивной молодежи нашего района Ирины Самсоновой. Ириш, здравствуй. Здравствуй. Ирина, я вот сейчас вижу тебя на столе. Есть книжки как печатные, так и электронные. Так все-таки твой выбор на сегодня в пользу каких? Мне сложно сделать выбор в пользу электронной или же бумажной книги, потому что и те, и другие имеют свои какие-то и плюсы, и минусы. Ну, давай разберем, да, какие-то плюсы. Вот если взять электронную книгу, ведь сразу можно, да, увидеть, что она очень компактная, тоненькая, компактная, умещаться в сумку. Да, верно, книга легкая. Вот, плюс в чем? Легко с собой носить. Она очень тонкая, занимает мало места. В сумке, вот, весть всего ничего. Электронные книги хороши для путешествий. То есть, если куда-то едешь надолго и чем-то нужно будет себя занять, конечно, сто книжек с собой не потащишь. А в электронную книгу сколько угодно загрузил, читаешь в самолете, в поезде, в отеле, где угодно, если есть свободное время. У этой книги цветной дисплей, как мы видим. И эту книгу уже в ней можно как читать, так и смотреть видео, фото. То есть книга уже практически как планшет получается. Но я, поскольку лично считаю, что книга должна быть книгой, мне вот этого лично было не нужно. Я вот именно хотела, чтобы книга была книгой. Те, кто отстаивает электронные книги, говорят о том, что они более экологичны. Ну, тут, конечно, соглашусь, потому что экологическая ситуация у нас не очень хорошая уже в нынешнее время. Поэтому деревья жалко, конечно же, и бумагу. Поэтому тут уж большой плюс в пользу электронной книги. Вот в твою книгу, например, сколько может поместиться изданий? Очень много, не могу сказать точно. Но поскольку текстовый файл книги самой одной занимает крайне мало места, то более сотни, даже, наверное, более 500 книг, я думаю, может сюда вместиться. Тем более память сейчас в них съемная, она может прибавляться. Карты памяти у нас есть разного объема для этих книг, поэтому до бесконечности, наверное, можно так сказать. Поэтому вся любимая литература может уместиться в одном устройстве. Пользоваться удобно. Она похожа на обычную книгу. Ну, данная модель, я имею в виду. Тут 4 градации серого, она черно-белая, но она стилизована именно под обычную книжку. Она без подсветки, то есть она выглядит именно как книжная страница, даже, наверное, газетная, можно сказать. Она серенькая. Часто так бывает, что когда мы покупаем печатное издание, там уже задан какой-то шрифт, размер шрифта, и мы его не можем изменить. Это неудобно бывает зачастую. А в этой книжке плюс в чем? Меняется и оттенок, то есть можно ярче или бледнее сделать, и размер шрифта. То есть кому как удобно. Если у кого-то проблемы со зрением, то можно менять шрифт под тот, к которому привык человек. Естественно, бумажную книжку надо выбирать с тем шрифтом, с которым будет удобно читать. Плюсы в том, что при выключении книги она остается на той же странице, на которой человек закончил читать. Включаешь, начинаешь читать с того места, на котором закончила. Сейчас в новых книжках большой еще плюс в том, что появились функции озвучивания текста. Да, верно. То есть можно прослушать аудиокниги, или же, опять-таки, если у кого-то проблемы со зрением, то книжку можно слушать. А как ты думаешь, возможно ли такое, что печатные издания в скором времени уйдут вообще в прошлое, или станут каким-то атрибутом искусства, а электронные книги их просто-напросто выместят? Что мы знаем вообще об электронных книгах? Они появились сравнительно недавно, то есть где-то 3-4 года назад. У меня книжка уже 2 года. Тогда цветные только начали появляться, поэтому были черно-белые. Естественно, люди все выросли на бумажных книгах. Это детство. Я уверена, что у каждого человека была вот такая библиотека приключений дома. Ну, например, это книга моего детства, и она не выросла. Это «Кортика бронзовая птица». То есть ее читаешь, когда снова вспоминаешь детство, она вот даже пахнет детством. И эта книга, она имеет свою историю, и часть твоей какой-то истории. Поэтому вот в этом плюс бумажных книг. Вот лично я, когда читаю, я люблю книгу чувствовать. Вот какие еще плюсы у бумажных книг? У меня вот техническая профессия, я, видимо, монтажер. И я в свое время читала учебную литературу для того, чтобы лучше вникнуть в свою специальность. Я покупала техническую литературу с уроками. Все в картинках, в схемах, то есть в электронную книгу такого не уместишь. Поэтому я очень надеюсь, что в школах все-таки дети будут продолжать учиться по учебникам, а не по электронным книгам, как многие прогнозируют. А как ты считаешь, вероятно, то, что вообще уйдет в прошлое отпечатанная книга и издания как таковые? Или они останутся как искусство, может быть? Я считаю, что они не останутся как искусство. Все-таки я надеюсь, что люди не откажутся читать настоящие книги, потому что для чего подходит электронная книга? Ну, лично мое мнение, она для чего хороша? Есть сейчас люди, увлекающиеся тоже прозой, графоманы или даже... Ну, кто-то просто любит писать и делиться своим творчеством на разных сайтах. И я сама люблю читать эти работы, любить, и сама иногда пишу. И те, которые мне нравятся, их же не могут печатать. То есть кто-то поделился творчеством, я себе скачала, почитала в электронной книге. Вот поэтому книжку я тоже очень люблю, конечно. Я против них ничего не имею, но все-таки бумажные, я считаю, остаться должны для общества. Спасибо, Ирина, за наш сегодняшний интересный разговор и за вашу точку зрения. До скорой встречи. Хорошим электронным книгам быть, и это добро. Нужно научиться делать их хорошо и использовать все возможности электронной версии. И тогда они победят. А бумажные издания, вероятно, со временем плавно перейдут в разряд редкостей и искусства. В любом случае, чтение – это духовная пища. Читайте больше. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о лексических ошибках. Люди очень часто путают паронины. Слова одной и той же части речи, которые похожи по звучанию, написанию, но отличаются между собой значением. Например, слово «дипломат» вместо «дипломант». Вот пример из детского сочинения. «Дипломат конкурса выступил на бис». Здесь неправильно использовано слово «дипломат». Обратимся к справке. Дипломат – это должностное лицо, занимающееся дипломатической деятельностью. Второе значение у этого слова – переносное. Оно означает «человека, действующего тонко, умело». Дипломант – лицо, награжденное дипломом. Поэтому в данном предложении правильным будет говорить так. Дипломант конкурса выступил на бис. Приведем еще один пример. Слово «финиш» используется нередко вместо слова «финал». Финиш романа был неожиданным. Совершенно очевидно, что здесь должно звучать слово «финал». Почему? Рассмотрим значение этих слов. Финиш в первом своем значении – это заключительная часть спортивного состязания на скорость. Второе его значение – конечный пункт, конец такого состязания. Третье значение – в спорте. Некоторое расстояние на дистанции перед конечным пунктом. Слово «финал» имеет два значения. Первое – завершение, конец, заключительная часть чего-нибудь. Например, блестящий финал, бесславный финал, финал произведения. Или же заключительная часть спортивных соревнований. Поэтому, говорим правильно, финал романа был неожиданным. Давайте говорить правильно. О книжных новинках в рубрике «Культ поход» вам расскажет Лея Кофедина. Спасибо, Марина. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом, что почитать. На книжных прилавках появляется так много интересных книг, но как выбрать ту, которая подойдет именно вам? Сегодня мы поможем вам сделать правильный выбор. Автор бестселлеров «Духлес» и «Ветелки» сделал героем своего нового романа Москву. Этот мегаполис принято считать одним из крупнейших в мире. Москва разбивает мечты и дарит новые надежды. О том, как выжить в этом городе, как себя вести, почитайте в новой книге Сергея Минаева. Анатолий Брусникин – автор исторических романов, так похожих на фондоринские. Так кто же скрывается под этим псевдонимом? Спешу обрадовать поклонников Бориса Акунина. Это и есть знаменитый писатель. Его новый роман «Белона» вышел на прилавке книжных магазинов. Главным действующим лицом романа является богиня войны. Безжалостная и хладнокровная. Под одной обложкой собраны два интересных исторических романа. Увлекательное чтение вам гарантировано. Оставайтесь с нами. Далее в рубрике мы расскажем вам о новинках киноиндустрии. Два лучших сотрудника ЦРУ – закадычные друзья, готовые к любому, но только не к этому. Они влюбляются в одну девушку, и каждый решает, во что бы то ни стало заполучить сердце красавицы. Смотрите на экранах фильм «Значит война». Классический любовный треугольник на этот раз будут разыгрывать Крис Пайн, Том Харди и оскароносная Риз Уизерспун. Помимо баталий влюбленных тайных агентов, зрителям будет любопытно понаблюдать за метаниями Лорен, которая должна решить, кого же выбрать. Мелодрама, комедия и боевик – эти три жанра гармонично сочетаются в одном фильме, и каждый найдет что-то для себя. Десять номинаций на «Оскар», двенадцать номинаций на премию Британской киноакадемии, пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, обладатель трех золотых глобусов в том числе, лучший фильм и лучшая мужская роль. И все это – артист. Голливуд, 1927-й. Немое кино уходит в прошлое, уступая место звуку, но знаменитый актер Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. Тем временем, тайно влюбленная в него статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность, вовсю используя природный шарм и блестящие голосовые данные. И только любовь поможет герою вчерашних дней и звезде нового поколения обрести счастье. На сегодня все, я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!